Привет, колдстиловские самураи! Сейчас пока нет возможности записать какое-то полноценное видео, поэтому так вот по простому посмотрим мы с вами на новинки колдстил 2021. Я уверен, что мне будет что рассказать на эту тему и вам будет интересно. Наиболее интересные новинки мы посмотрим, все подряд конечно же не будем смотреть. Итак, первая вот такая вот новинка это Mini Leather Neck Double Edge Spear Point. Она не для России, я как бы решил, что тут не буду показывать то, что нет для России, но это как раз не для России, без разрешения Роха такой нож не получится приобрести, потому что обоюдоострую заточку они не могут иметь. Ну а так, сталь 8-хрон 13, длина конька 3,5 дюйма это 88,9 миллиметра, то есть если вот будет только одна сторона иметь заточку, тогда да, тогда вполне возможно приобретение данного ножа и в России, ну а так он просто не пройдет сертификацию. Ладно, идем дальше, тут у нас Mini Leather Jack Clip Point Leather Neck Clip Point. Название, ну не суть, ладно, тоже 89 миллиметров, округлим длина режущей кромки и вот этот вот нож уже вполне возможно, что будет продаваться в наших магазинах, он не будет относиться к холодному оружию, ну так как длина клинка меньше 90 миллиметров, толщина по обуху 3 миллиметра. Сталь 8-хрон 13, я так подозреваю, что будут это делать в Китае. Ну вот это вот уже такой интересный вариант, я не очень люблю каратыши, всякие горфиксы, но вот у компании Cold Steel, конечно же, получается создать нечто такое симпатичное, нечто такое красивое, поэтому почему нет, я думаю, вполне возможно, что это будет даже какой-то хит. Следующий у нас тоже самое, только Tanto, также у нас клинок 89 миллиметров, ну все то же самое, только Tanto, ну опять же, я думаю, что любители Tanto тоже оценят. Идем дальше, тут у нас Koyota Mini Japanese Tanto Point, Kyoto, Kyoto. Так, что у нас, клинок 3,14 в дюймах, это 82 миллиметра, ну тоже по российским законам не холодняк, сможет продаваться. Ну, занятно выглядит, опять же, для любителей японских мотивов, я думаю, будет то, что нужно. Тоже сталь 8-хрон 13 китайская, тоже, я думаю, будет недорогой, ну, видите, 30 баксов цена, ну, продаваться в Китае. Следующий момент, это Kyoto 2, и тут такое, там есть американская Tanto, тут, ну, даже и не Tanto, это вот так вот, reinforced point, что это значит, пока не понятно, 3,8 дюйма, это у нас получается 85,7 миллиметра, то есть тоже не холодняк по российским законам, ну, тоже для любителей японских мотивов такая. Вы знаете, много фотографий со сломанными спайдерками в интернете, так вот тут как будто такая сломанная какая-то катана, и вот ее взяли, переточили вот в такое койота. Ну, несколько куца, на мой взгляд, выглядит, но тем не менее, я думаю, любители найдутся. 8-хрон 13, ну, недорогой нож, любители, я думаю, найдутся. Дальше у нас уже складежки, это Oyabin Limited, видите, с авторографом Лина Томпсона. Вообще, да, вы знаете, что там в руководстве компании Call Steel произошли некоторые перемены, поэтому вдвойне интересно, что дальше будет. Тут у нас уже сталь, это S35VN, алюминиевый, алюминиевый же 10 накладки, ну, такой вот флиппер, да, с фиксатором дополнительным. Ну, вроде бы интересно, ну, за 300 баксов. Чего-то особенного он себя не представляет. Я думаю, до этого что-то выпускалось на живой индустрии подобное. Я не думаю, что это станет прям таким вот супер хитом. Длина клинка 88-89 миллиметров, округленно, да. Ну, на мой взгляд, ничего особенного. Так вот, тут вот тоже у нас версия, но она уже не такая люксовая, не такая элитная. Также флиппер, фиксатор, это уже будет в Китае, сталь 4034SS, также клинок 3,5 дюйма 89 миллиметров. Ну, не знаю, мне не очень нравится китайская линейка Call Steel, но, тем не менее, ну, наверное, кому-то придется такой вот ножик по душе. Достаточно недорогой, ну, почему бы и нет, может быть, кому-то и понравится. Ну, фиксатор дополнительный, занятная, в принципе, вещь. Так, у нас тут Voyager Extra Large, Drop Point. Кстати, правильно, потому что, считайте, у Code 4 есть и Tanta, и клипы, и Drop Point. У Recona из Tanta клипы, и Drop Point. А вот почему-то у Voyager не было у нас такой вот геометрии Drop Point. И вот сейчас она появилась. Ну, я думаю, кому-то тоже по душе придется. Ну, Voyager весьма-весьма приятный нож, и... Ну, с такой вот геометрией как раз, да, она такая, видите, остриеет такое более выносливое получается. И тут и сведение такое толстое, и обух такой не слишком тонкий. Длина клинка тут у нас 140 миллиметров получается, обух 4 миллиметра. Ну, такой, в общем, крупный такой ломовитый нож, потому что, ну, клипует он все равно. У него остриеет такое тоненькое получалось. Ну, и как бы вроде как остриеет тоненькое деликатное, сведение толстое, то есть вроде как-то и непонятное. И не до резак, и не до лом. Тут же вот как раз такой вот, ну, лом не лом, но такой крепкий универсал получился. Ну, я думаю, что кому-то по душе придется. Ну, вообще вся эта линейка Voyager достаточно интересная. То же самое, но Large, если там у нас клинок 140 миллиметров, тут у нас получается 100 миллиметров длина клинка, опять же, толщина по обуху 3,5 миллиметра, 100 баксов. Ну, тоже я думаю, что Voyager это давно выпускается, этот самый нож и эта модель, и я думаю, он достоин тоже этой вариации профиля клинка. Почему нет? Так, мини Recon. Ну, тут что у нас получается? Длина клинка 3 миллиметра, это 76 миллиметров. Сталь AUS 10A. Ну, тоже почему бы и нет, но я лично предпочел бы, если бы они вернули Recon XL, а не мини Recon. Вот. Ну, тут вроде бы все и неплохо, но мне вот не очень нравится этот стонвошик, вот этот колстиловский. Но это чисто вкусовщина, это не значит, что нож плохой. Ну, почему бы и нет, кому-то, возможно, и такой коротыш придется по душе. Ну, у меня есть полноценный Recon 1, мне он очень нравится. Ну, тут все то же самое, также у нас клинок 3 дюйма, 76 миллиметров, тот же самый стонвош, профиль клинка с перпоинт. Ну, и также у нас есть вот такой вот нож, клиппоинт. Ну, я считаю, чем больше вариаций размера, тем лучше. Я думаю, что, ну, тоже эти ножи, линейка вот этих Recon, она достаточно популярна, и я думаю, что их уменьшенные варианты тоже найдут своих почитателей. Вот. Double Safe Hunter, камуфляж. Я, кстати, не знаю, почему это в новинках, потому что, по-моему, он и раньше выпускался, насколько я помню. Ну, такой интересный ножик. Далее у нас что тут? Просто дальше такие же ножи будут, ну, и подробнее на них остановимся. Ладно, тут не будем останавливаться. Так. Вот это как раз холодничок, по нашим законам, будет. Клинок тут 165 миллиметров, толщина 3,5. Ну, и рукоять явно такая травма. Травма безопасная. Холодничок. Ну, а так, такой интересный ножичек, чисто работяшка, да, сталь 41.16, простенькая. Ну, по нашим законам холодняк. Ну, работяшка такой достаточно прочный, интересный. Просто решил вам показать. Мне понравился. Так, FOMAX Elite. Элитный FOMAX. 500 баксов, сталь у нас, что, S35VM. Ну, опять же, лимитка, люксовая версия обычного FOMAX. Почему нет, существует такой FOMAX, существует более простой FOMAX. Ну, и вы знаете, на элитной версии этот самый Stonewash, ну, как-то, блин, ну, как-то не очень вообще. И вот надписи эти, ну, у меня версия была простенькая, но вот такое ощущение, что надписи таким же образом изготовлены, и они весьма и весьма нестойкие окажутся. Ну, так, FOMAX нож, безусловно, занятный, безусловно, интересный. Но я хочу сказать то, что мне немного непонятно, где его применять. Он вроде как и такой весь ломовитый, мощный, да. Но, опять же, если надо что-то рубать, батонить, ну, вы возьмете фиксит почти всегда. В городе вам не приходится батонить, поэтому то, что этот нож складной и более компактный, удобный в переноске, не такое важное преимущество. Вам все равно где-то какие-то прилагать силу к ножу, какую-то рубку где-то, ну, за городом, в лесу, и там вопрос компактости не столь принципиален, а фиксит всегда будет более надежный, более крепкий, потому что, ну, у складня всегда есть и севой узел, да, упорная бонка. Но все равно это, если постоянно этим что-то рубать, все равно это все начнет разбалтываться, как бы вот. Потому что многие говорили, что вот складной ножик, но которым можно и какую-то силу приложить. Ну, я вот не особо разделяю, честно говоря, это мнение. И вот мне именно область применения данного ножа немного непонятна. Ну, многие, конечно, не согласятся, многие очень любят этот нож. Ну, я понимаю, он интересный, он прикольный, он крепкий такой. Ну, вот область применения мне осталась непонятна. Тут он тем более с 35-кой, а вы знаете, что порошковые стали хуже держат какие-то ударные нагрузки, поэтому, ну, еще более непонятным это становится. Так, вот, АД-15, лайт, облегченная версия ножа. То есть, так же, как вот Фомакс, у нас сначала была такая элитная версия, его там с порошковой сталью дорогая, потом вот они выпустили с пластиком гривой облегченную. Так же вот и вот этот АД-15. Упрощенная версия, длина клинка 89 мм. Ребят, посмотрите, клинок и так короткий, вот сколько шпинек сжирает. Я знаю, что меня сейчас будут сжирать любители колстила, да, но вот для меня вот это критично. То есть, ну, полтора сантиметра, 15 мм где-то шпинек съедает. Ну, это далеко не есть хорошо, то есть, это непонятно, да, зачем вот это вот так вот сделано. Ну, и опять же, хорошо, что выпустили облегченную версию, но она облегченная, но она удешевленная получается. Сталь же тут у нас АУС-10, потому что многие, кто хотел вот испробовать такой замок, я бы хотел даже испробовать такой замок, ну, и вообще приобщиться к такому ножу, ну, обычная версия для них была бы достаточно дорогая, да, а вот такая облегченная, почему бы нет в этом компания CallSkill. Молодцы, что под разный бюджет, под разные финансовые возможности ножи выпускают. Но сам нож мне он непонятен, да, тут он такой очень толстый, массивный, мощный, там, по-моему, 4 миллиметра, если я правильно помню, клинок, ну, и опять же, вот он мощный, массивный, шпенек сжирает, то есть, и клинок короткий получается, что таким ножом делать, мне непонятно. Опять же, ну, многим просто нравится хороший, крепкий нож, ничего плохого в этом нету, и замочек необычный, я бы, конечно, поюзал бы этот замочек, но вот предназначение этого ножа мне остается непонятным, и шпенек вот этот сильно впечатление портит. Ну, а так, почему бы и нет, 160 баксов. Так, далее, продолжает компания Cold Steel у нас выпускать вот эти свои корисы, да, корисы, клинки вот эти вот погнутые. Вы знаете, когда впервые увидел нож от компании Cold Steel с таким клинком, мне, честно, показалось, что это фотошоп, тут видите, такой клинок еще и с территером, то есть, это страшный сон заточника получается. Ну, понятное дело, что нож для любителя, для коллекционера, поэтому долго останавливаться не будем. Ну, то же самое, только Plane. Опять же, останавливаться не вижу смысла. То же самое, Plane и 4 дюйма. Для коллекционера, конечно же, почему бы и нет. А вот как раз то, на чем я хотел остановиться. Дабл Сейф Хантер, Слок Мастер. Тут у нас такая, Дроп Пойнт, профиль клинка. А, вот как раз тут Клип Пойнт, Дабл Сейф Мастер, да. А тут у нас как раз получается Дроп Пойнт. Тут что-то из половины клин, это 90 мм, а 8 хрон 13 сталь на клинке. Ну, опять же, такой 46 баксов, недорогой рабочий ножик, да, из Китая, с дополнительным вот этим фиксатором, с баклоком. Ну, почему бы и нет, я думаю, будет интересно. Вот этот я не понимаю, почему он в новинках, потому что, ну, в том году он тоже присутствовал. Ну, опять же, тоже недорогой рабочий ножик, да, почему бы и нет, может быть, даже у меня появится. А, вот как раз Дабл Сейф Хантер, в таком цвете, в том году вот его как раз и не было. Ну, опять же, тоже недорогой ножик, 40 баксов, 90 мм клинок, 8 хрон 13 на клинке. Ну, и вот еще одна версия. Почему бы и нет, может быть, даже у меня на канале появится. Так, далее, вот это уже просто очень здорово, очень классно вернули Талвар к жизни, то есть его снимали с производства, и вот в этом году его вернули, 290 баксов. У меня есть друг, который очень уважает, очень обожает этот нож, тут S35VN, ну, то есть он такой, в люксовой версии выпускаться будет. Ну, и нож, действительно, классный, действительно, здоровский, не понимаю, почему его сняли, ну, и здорово, что вернули. То есть не зря вот у компании Colstil, там, произошли изменения в ее верхушке, да, там, вот, и, то есть, видите, даже какие-то положительные изменения есть. Ну, тут то же самое, только плейновая заточка, ну, действительно, нож интересный, здоровский. Длина клинка 140 мм, то есть такой полноценный хороший язычок. Я знаю, у меня товарищ его использует и прям не нарадуется на него. Здорово, что компания Colstil вернула Талвары в производство. Далее у нас Ranch Boss, это более дешевый вариант Colstil Broken Skull. Да, Broken Skull, тут у нас получается, ну, все то же самое. Клинок 4 дюйма, это 101,6 мм. Сталь 4034SS. Пластик Зутель вот этот вот на рукояти, ну, дешевый вот этот пластик. Не дешевый, который Colstil на бюджетных моделях использует. Ну, и название Ranch Boss, то есть тот же самый Broken Skull. Очень классный, очень практичный нож, мне очень нравится Broken Skull. Ну, и здорово, что выпустили его бюджетную версию. Тут, конечно же, компания Colstil попала в десятку. Вот тут две вариации этого ножа. О, ну, с другими цветами рукояти тут еще зеленый должен быть, но не суть. И вот, опять же, снятая с производства модель, ее вернули в производство. Тут у нас, получается, клинок 6 дюймов, это 150 мм. Это у нас Hold Out. Вот, занятный нож, сериторный. Ну, тоже и не сказать, что он популярный, Талвара был, но многие люди жалели, когда его сняли с производства. Ну, и вот его вернули. Ну, я считаю, что это здорово. Если людям нравится, то почему бы и нет. Далее, то же самое. Hold Out 6 дюймов, но уже плейновый клинок. Тоже здоровский, почему бы и нет. Тут у нас, получается, Hold Out 3 дюйма, 76 мм, длина режущей кромки. Ну, тоже такой интересный DC-шничек, да, с сериатором. Опять же, почему бы и нет. Сталь 35-ка, тоже такая, ну, можно сказать, топовая модель. Ну, и то же самое, плейн, опять же, да, 35-ка. Hold Out, вот такой вот. Ну, здорово, что возвращают снятые модели, снятые хорошие модели. Здорово, что они возвращаются. Это прям отлично, я считаю. Далее, ну, это, опять же, тоже не новинка, потому что уже в том году этот нож был представлен. Call Steel Counterpoint Guns Light. Тут у нас, видите, сериатор. Ну, а звание, как некого этого организации какой-то. Типа, насечки такие на обухе. Ну, вы знаете, вот эти насечки на обухе вообще похожи на какую-то попытку как-то кастомизировать нож. Это кустарно, знаете, кому-то Демель в руку попался, и он начал везде вот эти насечки делать. То есть, ну, смотрится как будто как-то аляписта, как будто какой-то любитель, и я решил просто закастомизировать свой Call Steel. Ну, а так, почему нет, возможно, для кого-то и будет то, что нужно. Ладно, в общем, вот такие вот интересные новиночки. Надеюсь, вам было интересно. Давайте, ребят, скоро уже будут стандартные видео выпускаться. Давайте. Всем удачи. Всем пока.